В 120-ю статью прописали, что неправильное составление или неведение документов налогового учета также является грубым нарушением правил учета доходов и расходов. И штраф сегодня по этим грубым нарушениям за один квартал 10 тысяч, а за 2, 3, 4, 5 и так далее 30 тысяч штрафов. То есть минимальный 10, максимальный 30, если это не приводит к доначислению налогов. То есть вот такой подход. Поэтому, конечно, формально можно применить. И если бы налоговики в этом отношении тоже были бы мудрые, то могли бы пройти просто формальной проверкой и набрать бы свои миллионы запросто. Но, по крайней мере, пока эта норма как-то не очень активно применяется. Значит, а право на вычет, это все равно самостоятельное право, оно регулируется исключительно налоговым законодательством. Здесь же мы просто встречаем с вами определенные регистры. Но, тем не менее, и не обратить внимание на то, что здесь прописано, особенно тогда, когда в налоговом кодексе эта норма не разъяснена, тоже нельзя. Поэтому есть отдельные акценты, которые здесь сегодня стоят, и поэтому, естественно, по ним следует обращать внимание. То есть, в частности, например, тот же порядок оформления счетов фактур. Я не имею в виду оформление счетов фактур и те дополнительные строки, которые у нас появились в обычных наших счетах фактуров. Ну, например, в обычных счетах фактуров появляется вот эта строка номер изменения и дата. Номер изменения и дата – это строка, которая оформляется в том случае, если заполняется исправленная счет фактура. То есть, мы получили неправильную счет фактуру, теперь мы ее отдаем контрагенту. И чтобы это все делалось в механизме программном, то есть, теперь контрагент, или мы, если не выдали ее неправильно, мы по очередности выпускаем новую счет фактуру, вносим в нее изменения. Но данные этой счет фактуры, ну, вот там, где номер и дата, указываем старую счет фактуру, которую мы правим, а номер изменения у нас идет уже под новой нумерацией. То есть, по сути дела, первое там изменение идет и под соответствующей датой. И такую счет фактуру мы передаем своему контрагенту. То есть, по сути дела, это сделано только для того, чтобы программные продукты могли действительно выдавать такие счета фактуры. Потому что раньше мнение налоговиков было такое, что исправить ранее заявленную счет фактуру нельзя, и получалось как? Неправильно налогоплательщик считает, что ему выдали неправильную счет фактуру, он обращается к своему контрагенту, и контрагент сидит, вручную правит, печатями своими заверяет. То есть, вот такой механизм принимали налоговики. Сейчас же, как бы, это делается в программе. И здесь, конечно, следует так понимать, если вдруг вы получили первичную счет фактуру, обычную, но в ней отсутствует вот этот номер изменений и дата, следует ли это считать неправильной счет фактуры? Или, в конце концов, отсутствует вот этот вот реквизит, который там указывается в соответствии с постановлением 11.37? Да нет, конечно, относитесь к этому спокойнее. Ведь это ничего не изменилось в налоговом кодексе. По сути дела, счета фактуры, они все те же, прежние. И поэтому, если вы получили, например, сейчас в переходном периоде счет фактура, который идет без этого грифа постановления 11.37, нет этого номера, например. Но самое главное стоит наименование валюты, даже если они вручную написали. Это счет фактура все равно правильная. Она потому что не изменилась по сути своей, она стала прежней, какая была. А, это то, что нам дали, добавили. Дальше добавлен код единицы измерения. Ну хорошо, мы все равно поставим единицу, но вот именно это понятие код единицы измерения в налоговом кодексе не прописано. Точно так же, как в налоговом кодексе не прописано код страны происхождения. То есть сейчас в счетах фактурах в автоматическом режиме мы будем ставить эти коды, они должны у нас появляться там. Но если вы вдруг получаете счета фактуры без этих кодов, не считайте, что вы получили неправильный счет фактуры. Я к тому, что в принципе опять вот этот механизм налаживать, счета фактуры пошли туда, потом вы их получили. На самом деле нет в этом случае загружать почту и различные себя. Просто нужно понимать, что все равно правильная счета фактура там, и те реквизиты, которые прописаны у нас в налоговом кодексе, и всегда счета фактуры проверяются по налоговому законодательству. И вот эти дополнительные строки, которые ввели, они никак не должны стать основанием для отказа вычти. А уж если говорить буквально, у нас с вами есть даже в 169-й статье во втором пункте, во втором пункте, во втором абзаце, фраза, которая там с 2010 года работает. Кстати, точно такая же фраза у нас разместилась и в постановлении 11.37. И можно даже ссылаясь на постановление 11.37, воспользоваться этой нормой. Вот здесь говорится так, это седьмой пункт данного постановления, там говорится так, в случае обнаружения в счетах фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам, идентифицировать продавца, покупателя товаров, работ, услуг, имущественных прав, наименование товаров, работ, услуг, имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю. Вот в постановлении у нас написано, такие счета фактуры принимаются к вычету. А вот в этом постановлении сказано, новые экземпляры счетов фактур не составляются. То есть это говорит о чем? Например, вы получили счет фактур, в который, например, код не указан, код валюты не указан, но наименование, к примеру, стоит. Да здесь можно даже о больших ошибках говорить. Например, страна происхождения не указана, номер таможенной декларации не указан. Значит, и вы своему контрагенту направляете этот счет фактур, говорите, исправьте мне, вы неправильно мне выдали счет фактур, а он вам в ответ шлет фразу, что в случае обнаружения вот таких ошибок, да, и самое главное, здесь в этом абзаце перечислены те основные реквизиты, которые должны быть указаны в счетах фактур, которые идентифицируются. А это наименование продавца-покупателя, обратите внимание, здесь нет грузополучателя-грузоотправителя, не обязательно реквизит, не основной считается, да. Дальше наименование товаров, работ, услуг, ну это должно быть, да. Далее их стоимость, налоговая ставка, сумма налога. Ни о какой стране происхождения товара, ни о какой таможенной декларации не говорится, да, не идентифицируем. Дальше новые счета фактуры не составляются. Вот он вам присылает в ответ такую вывод, что он говорит, я не обязан составлять новые счета фактуры, да. То есть самое главное, чтобы счет фактуры идентифицировался. Я к тому, чтобы просто немножко спокойнее понимать свою уверенность в этом отношении, да. То есть, конечно, сейчас уже научились организации составлять счета фактуры, делают их корректно, но тем не менее, вот следует вот эту ситуацию понимать. Вот она таким образом у нас и прописана. И самое главное в налоговом кодексе, и сейчас в этом постановлении 11.37 она тоже прописана. То есть она на сегодня допустима. Далее, но тем не менее, на что бы мне хотелось обратить внимание, все-таки на какие виды или на какие варианты оформления счетов фактур, которые, в принципе, раньше были прописаны письмами Федеральной налоговой службы, а сейчас они попали в это постановление. Это в первую очередь формирование счетов фактур, когда идут взаимоотношения между комиссионерами и комитентами. И опять практика заключается в следующем. То, что ранее, ну в налоговом кодексе вообще у нас специфика таких счетов фактур не описана, а в ранее действующем, в 914 постановлении, которое давало разъяснение также о порядке заполнения счетов фактур, тоже этой методики не было. То есть она не была четко прописана. Но в то же время Федеральная налоговая служба в свое время, где-то тоже в 9 или 10 году выпустила письмо, которое очень волновало тогда многих налогоплательщиков, и там они очень подробно расписали, как же все-таки должны оформляться счета фактуры, когда, например, в сделке участвует комиссионер. То есть, например, комиссионер продает товар комитента продавцам, или, например, комиссионер приобретает что-то для комитента. Но под комитентом подразумевается агент, то есть тот посредник, который сделает на условиях этой сделки. И то письмо, надо сказать, что очень многих подвергало недоумениям, потому что там обязательно были прописаны одинаковые, требовались обязательные реквизиты одинаковых счетов фактур, как зеркальная цепочка шла, номера счетов фактур все были одинаковые, и поэтому многие налогоплательщики, конечно, никак не могли эту ситуацию для себя понять и свернуть. Но в то же время, по крайней мере, когда вышло письмо Федеральной налоговой службы, мы понимали, что, например, налогоплательщику вменить ошибку и сказать, что неправильно ведешь своих, неправильно оформленный счет фактура, и, например, не принять по ней НДС к вычету, было неправомерно. Почему? Ну, потому что на что сошлаться могла налоговая инспекция? На свое письмо, что наше письмо прописало такой-то порядок оформления, ведь его же не было ни в одном документе нормативно. И поэтому вот в течение всего этого промежутка времени, хоть налоговики и давали обоснования, разъясняли, но никаких штрафов до начисления не было, потому что нельзя было отказать налогоплательщику при получении счетов фактур, например, через комиссионера, если она оформлена не в соответствии с письмом, в том плане, что она неправильно оформлена. Почему? Потому что конкретного нормативного документа не было. А вот сейчас нормативный документ появился. И, к сожалению, сейчас в постановлении 11.37 этот порядок прописан, поэтому его нужно соблюдать. В противном случае опять пойдут споры. Тем более, что налоговики, как раз, как нормативный документ, часто на это постановление, как бы к этому постановлению обращаются. Причем обращаются когда? Если налоговый кодекс не разъяснил, а разъяснило постановление, значит, применяем в этом случае постановление. Если же, конечно, эта норма прописана в налоговом кодексе, а в постановлении она иным образом, значит, применяем налоговый кодекс. Итак, как здесь прописан порядок составления счетов фактур между комиссионерами и комитентами, чтобы четко для себя эту цепочку понять. Оформление таких счетов фактур зависит теперь от того, какую сделку осуществляет комиссионер. Возьмем первую операцию, когда комитент передал товары комиссионеру, и комиссионер их продает. То есть как в этом случае осуществляется ситуация? Первый, комиссионер получил эти товары, и перед своими покупателями он выступает как продавец. То есть в этом случае он покупателям от своего имени оформляет счет-фактуру и передает ее. То есть поставщиком в этой счет-фактуре является комиссионер, продает эти товары своим покупателям, ну а дальше для комитента делает отчет. Ну то есть я еще имею в виду, да, и номер и дату он выписывает сам, то есть очередность его очередная по дате выписки этой счет-фактуры и номер свой установил. Значит, но данный комиссионер, когда он реализовал эти товары покупателю, он должен составить обязательно отчет своему комитенту. В этом отчете он должен прописать, кому он реализовал за сколько, да. И согласно гражданского законодательства он должен к этому отчету, если иное не сказано в договоре, приложить пакет документов, которым будет подтверждаться вот эта отгрузка. То есть по логике он должен приложить вот эти копии счетов-фактур, накладных, по которым он отгрузил эти товары. И этот пакет документов переходит к комитенту. Что теперь должен комитент сделать? Комитент должен также выписать счета-фактур на основании тех счетов-фактур, которые комиссионер выписал покупателю. Но в этом случае комитент, конечно, выписывает этот счет-фактуру от своего имени, но при этом он должен выписать эту счет-фактуру по своему номеру, по очередности, но дата должна быть одна и та же. То есть он должен эту счет-фактуру, свою комитет, выписать той же датой, которой выписал счет-фактуру комиссионер. Дата должна быть одна. А номера у них могут быть разные. Вот это основной момент. То есть тем самым налоговики предполагают, как он встречается, проверять эту ситуацию. И вот здесь сразу нужно определиться, какие риски здесь возникают, в частности, например, если комитет ошибется. Более того, здесь же возникает еще и проблема, а если, например, комиссионер... То есть по логике подразумевается, что теперь комитет должен брать каждую счет-фактуру, выписанную комиссионерам, и выписывать на нее также свою счет-фактуру. Но очень часто комиссионеры так не поступают, он берет единую счет-фактуру и выписал по всем отгрузкам. Тем более отгрузки-то в периоде были, там, 1, 5, 10 и так далее. А он, например, выпишет одной датой такой счет-фактуру. Вот какие риски к нему могут быть? Ведь на самом деле у комиссионера никаких рисков не возникает, потому что если ему комитет выдает эту счет-фактуру, которую он выписывал, собственно говоря, на продажу этих товаров, то ведь комиссионер-то по этой счет-фактуре НДС вычету не берет. Он ее ставит просто в журнал, полученный счет-фактур, но в книгу покупок не включает. Поэтому раз он вычет не берет, у комиссионера никаких рисков не возникает. А что возникает у комитета? У комитета, по сути дела, тоже рисков не возникает. Самое главное, чтобы эта счет-фактура была выписана за тот налоговый период, в котором была реализация. И в этом случае все равно же у него никто не отберет его реализацию, никто не отберет объект налогообложения, поэтому он все равно эту сумму НДС исчислит. А к вычету он все равно по этой счет-фактуре ничего не берет, то есть эта счет-фактура на налоговый банк. Поэтому эта сторона, она как бы не очень рисковая, поэтому если даже ее и нарушать, то это не приведет к никаким последствиям. А вот другая ситуация следующая, это когда комитет дает задание комиссионеру или агенту, и тот для него приобретает что-либо, какие-то товары, работы, услуги. Как эта ситуация работает? Значит, в этом случае комиссионер приобретает товары или работы, услуги от своего покупателя, от поставщика или от исполнителя. Получил, и в этом случае дальше комиссионер выписывает счет-фактуру уже непосредственно на комитента. Вот здесь такую счет-фактуру комиссионер должен выписывать уже не от своего имени, а он должен выписать от имени поставщика или от имени исполнителя. То есть поставщиком в этой счет-фактуре, которую получит комитет, является непосредственно тот поставщик, который эту услугу и оказал. То есть себя он в этой счет-фактуре не упоминал. Хотя на самом деле были разъяснения и дополнительные реквизиты никогда не являлись нарушением, тем не менее некоторые до сих пор налогоплательщики поступают как? То есть прописывают отдельно где-то дополнительно, что сделка через комиссионера, а комиссионер тот-то-то, чтобы просто эта ситуация была понятна. Но естественно комиссионер выписывает этот счет-фактуру опять же под своим номером и датой, но указывает, я еще раз говорю, поставщиком непосредственно поставщика, но счет-фактуру подписывает своими реквизитами, то есть он руководитель, главный бухгалтер своей организации. И эту счет-фактуру он передает комитенту. И вот по этой счет-фактуру, кстати, и здесь важно, номер у него свой, а вот дата этой счет-фактуры должна быть той же, по которой он получил эту услугу от покупателя. То есть даты одинаковые, то есть вопрос о датах. Получив такую счет-фактуру, комитет имеет право принять по ней вычету НДС. И я, конечно, предполагаю, что теперь споры начнутся, потому что все-таки это нормативный документ. Налоговый кодекс, к сожалению, не прописал порядок составления таких счет-фактур, а написал об этом только нормативный документ. И налоговики, конечно, у таких комитентов при приобретении вот таких товаров, работ, услуг через комиссионера будут проверять такие счеты-фактуры. И в первую очередь на предмет соответствия поставщиков. То есть это сделано и, конечно, с целью вот такой проверки и контроля по цепочке за каждой из организаций, но и в то же время такой порядок, конечно, следует соблюдать. То есть данная ситуация может привести к спору, и у комитента, конечно, начнут отказывать в вычетах, начнутся проблемы и так далее. Поэтому вот на эту ситуацию, конечно, обратите внимание, пожалуйста, и перестроите вот этот порядок учета. Так, дальше. Ну, многие реквизиты здесь абсолютно те же, которые были раньше в старом 914-м постановлении, поэтому я вот обращаю внимание на то, что вот мне как бы показалось достаточно актуально. Ну, в первую очередь, конечно, вот так же напомню и о том, что здесь именно, так, сейчас скажу какой-то пункт, вот, это во втором разделе заполнения, правил заполнения счетов фактур, применяемых при расчете налога на добавленную стоимость, есть такой подпункт, есть такой подпункт М. Вот как раз в нем просто, я к тому, что вот то, что я говорила изначально, что теперь при реализации в условных единицах счета фактуры следует оформлять в рублях, это как раз и прописано вот в этом пункте М. То есть тоже вот обратите внимание на эту ситуацию. Дальше. Также хочется обратить внимание на необходимость составления счетов фактур и на то, что теперь этот порядок также прописан в новом постановлении, это оформление счетов фактур налоговыми агентами. Но надо сказать, когда вносились очередные поправки в 914-е постановление, там тоже вот в форме счета фактур были строчки, которые указывали, как оформляют счет фактуры налоговым агентам. Сейчас же этот порядок более подробно здесь прописан, то есть еще раз обращено на него внимание. То есть это говорит о том, что если вы являетесь налоговым агентом при исчислении НДС, например, аренда государственного муниципального имущества или какие-то услуги, связанные с получением их от иностранной организации, вы должны в этом случае исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость, то следует оформлять счет фактуру. Она выписывается самим налоговым агентам, выписывается им в обычном хронологическом порядке, под очередным номером, под очередной датой. И самое главное, какие реквизиты в этой счет фактуре. Данная счет фактура, она выписывается от имени того лица, которому мы перечисляем налог на добавленную стоимость, то есть который нам указал эту услугу. Например, это или орган исполнительной власти, или это иностранная компания, от которой мы получаем эту услугу, а мы, как налоговые агенты, себя ставим покупателей этой услуги. Дальше мы определяем саму вознаграждение, саму сумму услуги, дальше определяем сумму вознаграждения, исчисляется сумма налога на добавленную стоимость, ставится к уплате там и ставится та сумма НДС, которая подлежит к уплате в бюджет, и подписываем такую счет фактуру своими собственными подписями, руководителя и главный бухгалтер. На основании этой счет фактуры мы, когда налоговый агент отражаем эту сумму НДС в книге продаж, а когда мы имеем право на этот вычет, а вычет мы по налоговому агентству имеем, когда мы перечислили эту сумму налога на добавленную стоимость и получили услугу, например, наиболее поздней из двух дат. И в этом случае мы принимаем к вычету. Просто бывают ситуации, когда организация, например, перечисляет предоплату сначала. Перечислен предоплату иностранца услуга не получила. Значит, момент перечисления предоплаты она должна исчислить и уплатить НДС бюджета, на эту дату счет фактуры уже должна быть. А вот когда она уже непосредственно получает услугу и акт подписывает, тогда на эту сумму к вычету ставит. То есть вот такой порядок у нас налоговое агентство. Поэтому, конечно, следует сейчас обращать внимание на порядок составления счетов фактуры. На самом деле поправка о том, что счета фактуры налоговыми агентами выписываются так же, как и обычными налогоплательщиками, она еще с 2009 года есть в налоговом кодексе. И когда она появилась в 2009 году, тогда уже обращалось внимание на то, что если налогоплательщик не оформляет счет фактуры на налоговое агентство, у него может быть риск в части вычета. Ну, казалось бы, какая ерунда, сам себе счет фактуры оформляешь. Но, тем не менее, налоговики очень часто формально поступают, и они могут, например, прийти на дату проверки и не увидеть такой счет фактуры. А если нет такой счет фактуры, значит налогоплательщику отказывают вычесть. И когда он начинает ее выписывать более поздним сроком, то есть по хронологии становится, ему говорят, вот, пожалуйста, в том периоде к вычету и возьми, а в этом периоде у тебя не было таких оснований. Но действовала немножко еще старая арбитражная практика, еще до 2009 года вообще были споры о том, нужно ли выписывать счет фактуры при агентстве или нет. И вот с 2009 года эта фраза появилась, она сейчас в 169 статье у нас есть, поэтому нужно как бы аккуратнее относиться к счетам фактурам, к таким, то есть сами себя формально можем наказать. То есть сами себе действительно, ну не себе, конечно, но тем не менее для вычета сами выписываем, это то, что касается агентства. И еще, конечно, хотелось бы сразу напомнить об одной норме, я все время сейчас о ней напоминаю, потому что кто-то ее помнит, кто-то нет. Это поправки все те же, которые у нас появились вот в сентябре 2010 года, это поправки в 123 статью Налогового кодекса. 123 статья Налогового кодекса указывает на применение штрафов налогоплательщикам, если они не исполняют свои обязанности налогового агента. То есть, по сути дела, этот штраф по-разному работал до 2 сентября 2010 года и после 2, когда поправки внесли. Ранее штраф применялся к налоговым агентам, если они не исполняли обязанность налогового агента и не удерживали, не уплачивали сумму налога. Я именно применительно говорю к налогу на добавную стоимость. То есть мы действительно якобы должны быть налоговым агентом, то есть у нас возникает обязанность, но мы пропустили это условие в договоре, банк нас не проконтролировал, и мы в этом случае не перечислили сумму НДС раньше, действительно штраф применялся, если не удерживали, не уплачивали. 20% к сумме неуплачиваемого налога было. А со 2 сентября штраф применяется, если налогоплательщик не исполняет свою обязанность в срок, установленный налоговым кодексом. Учитывая то, что налоговый агент, когда организация является налоговым агентом по отношению к взаимоотношениям с иностранными организациями, она должна перечислить сумму налога в момент перечисления вознаграждения иностранцу, то вот это и является датой перечисления. И поэтому если организация, как налоговый агент, перечисляя вознаграждение иностранцу, не единовременно перечислить сумму НДС, например, на следующий день или через день, бывают такие ситуации, когда банки недоконтролировали этот момент, то к налогоплательщику все равно применим штраф 20%. Штраф применяется сегодня не за неудержание, а за неисполнение обязанности в срок, установленный налоговым кодексом. Вот к налогу с доходов уже стали применять этот штраф. То есть сейчас уже, возможно, и к налогу на добавленную стоимость тоже могут его подтянуть. То есть это говорит о том, что выплачивая вознаграждение иностранным компаниям, если вы налоговый агент, обязательно перечислить сумму НДС нужно в тот же день, в который перечисляется вознаграждение иностранцу. Это у нас в 174-й статье налогового кодекса говорится. То есть порядок старый, просто немножко на него обратить внимание. Так, что еще интересного вот в этом постановлении 11.37, кроме тех моментов, которые здесь прописаны, вот на что я сделала акценты. Значит, я бы вот обратила внимание еще на такой пункт. Здесь у нас есть часть 2, я буду данным постановлением. И в этой части 2 у нас есть 15-й пункт. Дело в том, что в этом пункте очень подробно прописано, какие документы следует хранить налогоплательщику для подтверждения права на вычет. Значит, ну, во-первых, здесь говорится о том, что такие документы следует хранить или в электронном виде, или на бумажном носителе, но не менее 4-х лет. То есть дата последних записей. То есть, например, журнал полученных счетов фактуры закрывается, последняя дата 31 декабря, значит, 4 года последующих хранит. Вот это имеется в виду. Ну, во-первых, что касается электронного вида или бумажного носителя, вопрос об электронном виде сегодня, конечно, это перспектива немножко, потому что здесь много чего написано про электронные счета фактуры. И вот такие электронные документы, они тоже начнут, электронные счета фактуры, работать у нас тогда, когда действительно организации начнут подключаться к этому порядку. То есть, по сути дела, получается, если организация действительно желает использовать вот этот электронный документ и оборот, то сегодня у нас есть уже приказ Минфина номер 50Н, в котором прописана методика применения. Есть организации, которые уже предлагают программные продукты по применению электронных счетов фактур. Но ведь смысл применения электронных счетов фактур заключается в следующем. Для того, чтобы организация могла выдавать электронные счета фактуры в электронном виде, то есть там в первую очередь, конечно, обязательно выдается электронный ключ, который заверяет вот эту электронную цифровую подпись, тогда эти электронные счета фактуры идут с этой электронной цифровой подписи, они являются действительно принимаемым документом. Но в этом случае нужно, чтобы и получатель этих счетов фактур также имел такой же доступ, имел такой же программный продукт и мог получить на себя этот документ. Потому что даже в приказе 50Н прописано о том, что, составляя условия договора, необходимо согласовать со своим контрагентом, в каком виде он будет получать счета фактуры, если он не возражает против электронного получения в электронном. А если он скажет, что у меня нет такой программы, значит, ему все равно придется на бумажном носителе. Вот в связи с этим данная программа, она и буксует. То есть, учитывая, что контрагентов огромное количество, и не для всех можно предоставить такие документы, многие организации, даже крупные, особенно не спешат подключаться к этой программе. Вот когда будут подключаться, тогда, естественно, и хранить документы будут в электронном виде. Ну а сегодня пока здесь дан перечень документов, которые хранить организация должна, если она это получает на бумажных носителях, они должны быть на бумажном носителе. И к чему этот вообще-то перечень? Перечень чем хорош? Он, конечно, говорит нам то, что мы на самом деле и знаем, ничего здесь сложного нет. Например, при приобретении за рубежа, пожалуйста, здесь и оформление таможенных, здесь таможенные декларации хранятся. Если вы ввозили товары из стран таможенного союза, здесь заявление о ввозе товаров с отметкой. Дальше, здесь также говорится о заверенных в установленном порядке комиссионерам, вот копии счетов, фактур, которые, я говорила, прилагаются к отчету. То есть и так далее. Вот они, те документы, которые, по сути дела, являются основанием для нашего вычета, который мы должны хранить 4 года. Но в то же время самое главное, что перечень этот есть. И если, например, перечень этот есть, и как им можно воспользоваться, ну, во-первых, для себя нужно понимать, что мы эти документы должны 4 года хранить, но это как бы общий порядок, который у нас есть в налоговом законодательстве. Ну и, например, такая ситуация. Допустим, к вам обращается налоговая инспекция для проведения проверки ваших вычетов. И, как всегда, у налоговых органов вот такое огромное требование, где написано там вообще все подряд, начиная там от договоров и прочее-прочее, да, вот этот весь перечень. Дело в том, что в этом отношении, чтобы нам определиться с тем, какие документы мы должны предоставлять налоговым органам, мы можем руководствоваться этим 15 пунктом. Здесь написано, на основании чего мы берем вычеты. А это значит, то есть здесь говорится о том, какие документы мы храним. А это значит, если мы видим, что с нас требует какой-то другой документ, иногда, например, начинают там банковские выписки, договоры требуют, все, что подряд мы можем четко сказать в перечне документов, которые хранятся и подтверждают факт принятия к вычету, и они как бы регистрируются в журнале учета, у нас прописаны только эти документы. Иные, которые с нас требуют налоговый орган, они не являются основанием для хранения. Это 15 пункт второго раздела, второй части, вот вторая часть там начинается у нас, второй части, вот этого постановления правительства 11.37. Вот в нем вы прямо увидите, и там прям пошел вот этот перечень документов. Ну, то есть какие-то основания у нас должны быть, мы можем воспользоваться этим перечнем для себя, значит, и по крайней мере понимать, требуется нас законно или требует незаконно, да? То есть это и есть вот эти документы, на которые можно ссылаться. Более того, как раз я бы обратила внимание и на то, но хотя на самом деле, даже просматривая этот перечень, в некоторый момент у меня здесь тоже вызывают сомнения. И вот в частности, например, вот обращу внимание, то, что является по-прежнему спором, и налоговики, по сути дела, перенесли из старого 914-го постановления, ну, не налоговики, конечно, а Минфин перенес из старого 914-го постановления этот пункт абсолютно сюда же. И он по-прежнему вызывает споры. Я имею в виду вот такой фактор. Здесь прописано, что хранить, а это значит и основанием для принятия к вычету, являются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности или их копии с выделенной отдельной суммой налога на добавленную стоимость при приобретении услуг по найму жилых помещений в период нахождения в служебной командировке. Вот, в принципе, вот такая фраза. Бланки строгой отчетности. Дело в том, что на самом деле, если говорить буквально о командировочных расходах, то принимать МДС мы к вычету можем не только на основании бланков строгой отчетности, но и на основании чеков контрольно-кассовых машин. Более того, и в налоговом кодексе, в 169-й статье говорится, что если оплата идет за наличный расчет, то организация, которая оказывает такую услугу, она считает свою обязанность по выдаче счета фактуры выполненной в момент предоставления чека контрольно-кассовой машины или бланки строгой отчетности. То есть, на самом деле, чеки контрольно-кассовых машин тоже принимаются для того, чтобы принять МДС к вычету. И поэтому этот вопрос уже давно решен. И как бы и сегодня налоговые органы не возражают особенно против этого. То есть, ведь гостиница, на самом деле, которая предлагает такие услуги, она может два варианта осуществлять. Она может приобрести контрольно-кассовый аппарат, зарегистрировать его в налоговой инспекции, выдавать чеки, а дальше к этому чеку она прикладывает, например, счет или акт, что уж она там придумает, и в нем напишет, за какие услуги это было оказано. И вот этот чек вместе с этим документом является тому подтверждением. Но в то же время те гостиницы небольшие, которым неудобно пользоваться контрольно-кассовыми машинами, они могут применять бланки строгой отчетности. И у нас есть постановление, также правительство Российской Федерации, по-моему, 739-е, в котором говорится о порядке оформления этих бланков строгой отчетности. То есть, в этом случае эти бланки нужно сделать в типографии, они должны иметь шестизначный код, должно стоять наименование организации, которая выдает этот бланк, хозяйственную операцию, стоимость, там подпись ответственного лица. Идет нумерация этих бланков, они двойные, потому что в одной стороне они регистрируются, в другой стороне они отрываются. И сзади, на обратной стороне, или рядышком здесь, должна стоять типография, которая изготовила этот бланк. То есть, сегодня эти бланки строгой отчетности, в принципе, могут быть разработаны и изданы любой организации, которая согласна 54-го федерального закона, это закон о применении контрольно-кассовой техники, и расчетах между юридическими лицами с применением контроля кассовой техники позволяет этой сфере не применять контрольно-кассовые аппараты. Это вся наша сфера бытовых услуг, по сути дела. И поэтому вот я просто обращаю внимание, что здесь опять прописали старую фразу, бланки строгой отчетности, ничего не упомянув о чеках ККВ, хотя они должны быть так же. То есть, налоговики, возможно, для себя по-прежнему считают эту ситуацию такой спорной. А вот в данном случае, что правильно в пункте покупок отразить, если бланк не строгой отчетности, но есть чек с выделением НДС? Чек. Чек. Чек отражаете. Кстати, по поводу чеков уж, раз мы заговорили по поводу чеков, вот эта ситуация, я все время напоминаю о ней, вот только для того, что, может быть, когда-нибудь она исполнится. Потому что, к сожалению, спорим и спорим, и видите, как у нас споры возникают уже на протяжении многих лет. Так, хотела просто вам дать еще одно постановление Президиума Высшего арбитражного суда, давнее, которое у нас есть, может быть, к нашей радости. Но как-то налоговики на него тоже не реагируют и спорят с нами постоянно. Дело в том, что, на самом деле, еще 2008 года постановление Президиума Высшего арбитражного суда указало на то, что если мы получили чек в опыту зареализованную товар-работу, то есть в словно личный расчет, значит, да, то если в этом чеке выделена сумма НДС, НДС принимает кучу. То есть однозначно. Причем неважно, по каким покупкам это было. Это было по гостинице, или это были горючие снаночные материалы, или пошли купили канцелярские товары. Дело в том, что чек, он является, по сути дела, таким же документом, который дает основания для вычета. И вот здесь даже Высший арбитражный суд в своем постановлении логическую цепочку построил, исходя из статей налогового кодекса, подразумевает, что это вполне правомерная норма. На самом деле другой вопрос, что налоговики очень не хотят с этим соглашаться, и в 2010 году написали письмо, нет, не согласны. Но если проанализировать опять арбитражную практику, то есть те налогоплательщики, которые обращаются в суд, и у кого эта сумма существенная, суд принимает их в сторону, то есть считает, что да, право на вычет возникает на основании чека контрольной кассы у машин. Просто понимать эту ситуацию, сколько лет она еще будет пробиваться, неизвестно, но тем не менее она есть. Это постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 13 мая 2008 года. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 13 мая 2008 года. Номер его 17 718 дробь 07. 17 718 дробь 07. А дальше я вот тоже арбитражную практику собираю периодически. По крайней мере ни одного отрицательного решения не было. Все суды единодушны в этом мнении. Но самое главное, конечно, нужно понимать, чтобы сумма НДС была выделена отдельно. Поэтому вот эти моменты, конечно, у нас здесь существуют. Так, сейчас, дальше. Вот этот момент. Поэтому я просто такие, которые могут вызывать, опять же, вот такие споры. Но дай бог, если налоговики тоже здраво мыслят, но иногда, к сожалению, такие моменты приводят к спорным ситуациям. И еще на одну ситуацию тоже хочу обратить внимание, которая наверняка будет являться основанием для спора. Здесь также есть в порядке оформления книги покупок. Вот где такой гриф идет, оформление книги покупок. Дальше тоже идут подпункты. Это все постановление 11.37. Здесь есть такой, сейчас назову, 19 пункт. И вот в этом 19 пункте есть сноска, которая говорит о том, что какие счета фактуры не регистрируются в книге покупок. То есть здесь говорится о том, что в книге покупок не регистрируются следующие счета фактуры. Но то, что здесь в принципе прописано, тоже вполне разумно. То есть не регистрируются счета фактуры, например, которые получены комиссионером от комитента. Это все тоже понятно. Дальше на сумму оплаты или предоплаты на сумму аванса, если идет безденежная форма расчетов. Ну то есть те, которые моменты мы знаем. Ведь мы же помним о том, что если аванс идет не денежными средствами, то по нему кое-что нельзя взять. Например, взаимозачетная какая-то операция. Поэтому вот эти моменты написаны. Но еще здесь буквально в первом пункте сказано, что в книге покупок не регистрируются счета фактуры, полученные при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг, основных средств и нематериальных активов. Что подразумевается здесь? Здесь подразумевается следующая ситуация. Есть две стороны. Одна организация решила другой передать что-либо безвозмездно. И вот та организация, которая передает что-то безвозмездно, она должна рассчитать налоговую базу. У нее же возникает объект налогового обложения. Не возникает, потому что в налоговом кодексе говорится и реализация на безвозмездной основе тоже является объектом налогообложения. Поэтому такая организация передавая что-то безвозмездно, определяет сумму налоговой базы. Например, анализируя, хоть сегодня у нас и нет вот этого четко понятия уже рыночных цен, но тем не менее мы придерживаемся. То есть нужно определить предполагаемую стоимость. Если она продавала этот товар по этой стоимости, значит, это стоимость. Или может быть, например, какой-то затратный механизм включить. Она определяет налоговую базу, с этой налоговой базы исчисляет НДС, выписывает счет-фактуру, и, соответственно, этот счет-фактуру передает покупателю. Так вот, покупатель эту счет-фактуру не может принять к вычету. То есть это значит, НДС к вычету по безвозмездно полученным товарам, работам, услугам он не может принимать к вычету. И опять эта ситуация идет просто вразрез с налоговым законодательством. В налоговом кодексе этого нет. В налоговом кодексе говорится, что мы имеем право принять НДС к вычету по товарам, работам, услугам и перед трех условием. Более того, если раньше это было действительно серьезным спором, Когда мы до 2006 года принимали НДС к вычету, придерживаясь факта оплаты, то это действительно не оплатил, к вычету не возьмешь. А сегодня эта оплата не нужна, и поэтому смысл заключается в том, что одна сторона платит НДС, а вторая его к вычету берет. Поэтому и при безвозмездном получении товаров, работ и услуг мы вычет имеем право взять. Но вся проблема только заключается в том, что налоговики с этим не соглашаются. Единственное, что могу в этой ситуации опять предложить, чтобы четко понимать ее, это арбитражную практику. То есть есть у нас и судебное решение по этому вопросу. Пока, конечно, эти судебные решения возникают не на уровне президиума высшего арбитражного суда, а возникают пока просто на уровне региональных судов. Но тем не менее, то, что это мнение уже единодушное, суды соглашают с ним, они же читают налоговый кодекс и видят, что нет этих противоречий, то это уже как раз дает возможность понимать, что эта ситуация может быть тоже будет когда-то очень актуальна, когда налогоплательщики будут по ней активно спорить. Ну поэтому, например, могу. Кстати, даже есть тоже такое решение на уровне определения высшего арбитражного суда. То есть это не постановление президиума вас, но все равно определение высшего арбитражного суда есть. Это определение вас от 8 декабря 2010 года, номер его 16883 дробь 10, 16883 дробь 10, 8 декабря 2010 года. Определение вас. Ну а на основании этого определения, вот и в Центральном округе в 2010 году положительное решение, и в Западно-Сибирском округе, в Волговятском. То есть вопрос именно стоит о том, что этот вопрос на самом деле положительно решается. Почему? Да потому что как раз вот налоговые органы в отдельных документах просто прописывают субъективное понимание той или иной ситуации. А реально, если рассуждать, то налоговое законодательство никакого ограничения нет. Вот в этом отношении как раз очень хорошо отслеживается механизм налогового законодательства. И действительно смысл заключается в том, что одна сторона оплачивает налог на добавленную стоимость, а другая сторона его хочет уберет. Сегодня механизм исчисления ДЭС не зависит от того, перечисляем ли мы эту оплату или не перечисляем, какими денежными средствами мы оплачиваем. От этого тоже не зависит. Важно только четко для себя понимать, что у нас есть счет фактура, что мы приняли к учету, то есть мы имели право получить этот товар, работу, услугу. И самое главное, увязывать эту ситуацию с деятельностью облагаемой ДЭС. Если у нас есть понимание того, что наша деятельность облагаемая, мы в этой деятельности используем, значит право на вычет возникает. То есть вот эти вот основные нормы, они как раз здесь и присутствуют. Но, к сожалению, я просто тем самым подчеркиваю, что, к сожалению, субъективно очень часто налоговики прописывают отдельные моменты, что является и спором. И вот когда по этому даже пункту при безвозмездном приобретении чего-либо и невозможности отражения счетов фактур книги покупок, например, как налоговая инспекция в этой ситуации реально поступает, вот когда у налогоплательщика эта сумма стоит к вычету, это было и в старом 914-м постановлении, то в этом случае налоговая инспекция, проверяя, указывает, что налогоплательщик не имел права принять эту сумму к вычету, потому что в постановлении, например, вот теперь это будет 11.37, в 19-м пункте указано, что данные счета фактуров книги покупок не отражаются, просто формальный механизм. Ссылаются на нормативные документы и отказывают, а дальше уже налогоплательщику приходится идти и спорить по существу. Вот такие вот моменты у нас присутствуют в этом постановлении. Конечно, какие-то ситуации, в принципе, основная часть ситуации у нас перенесена, и она все в том же виде, в каком это было и ранее, и поэтому, в принципе, там и те же ООН же перенесены, поэтому ничего это не вызывает, никаких сомнений. Но и самое главное, конечно, вот дополнительно введена вот эта кодировка, которая сегодня на уровне программных продуктов вытягивает коды из общероссийских классификаторов. То есть это просто для вот такого, ну как бы, четкого заполнения. Кстати, вот напомню о том, что, может быть, сейчас вы как бы с этой ситуацией сталкиваетесь. Дело в том, что у нас в журнале полученных счетов фактур и в журнале выданных счетов фактур еще отражаются коды операции, то есть вот устанавливана кодировка операций. Но я опять же сторонница того, что если вдруг вы не указали этот код, то невелика беда, но тем не менее, вот сейчас вышло еще одно письмо, которое установило эти коды. То есть как бы в дополнение к постановлению 1137 вот есть этот документ. Это совместное письмо Минфина и ФНС, которым введены эти коды, которые указываются в журнале учета полученных выставленных счетов фактур. Письмо от 3 февраля 2012 года, номер этого письма ED-4-3-1657. И вот здесь прям данные конкретные приложения, где вот указываются эти коды. Но я думаю, что сегодня уже, когда обновление идет, они уже добавлены туда, поэтому в принципе таких сложностей нет. То есть здесь вот коды призваиваются именно к характеру операций. Например, отгрузка, это код 01. Если идет предоплата, код 02 применяется. Если идет возврат товаров, код 03. То есть вот такая вот кодировка устанавливается в этих документах. То есть это согласно данного письма. Так, следующие операции или следующие особенности нашего исчисления ДС и те проблемные вопросы, которые у нас есть, значит, они, ну вот тоже хочу предложить этот вопрос на основании разъяснения, которое дано было Минфином. Значит, надо сказать, что вот на протяжении, опять же, предыдущего периода времени с этой проблемой сталкивались, о которой я буду говорить, те организации, которые, например, возили товары на территорию Российской Федерации, при этом осуществляли их таможенное оформление, при этом осуществляя такое таможенное оформление, налог на добавленную стоимость применяется или не облагает, то есть у нас могут такие товары не облагаться налогом на добавленную стоимость по 150-й статье или применяется ставка в 10 или 18%. И вот не применение налога на добавленную стоимость, не обложение или применение ставки 10 или 18%, оно, по сути дела, зависит от тех перечней, в которых прописаны такие виды ввозимых товаров, ввозимой продукции. Ну, в частности, например, если взять тот же медицинский товар, то тоже для него есть специальные перечни, в которых прописано, какие виды товаров не облагаются, какие виды медицинской продукции не облагаются НДС, какие облагаются НДС и какие ставки в этом случае применяются. Дело в том, что по отношению к любому товару устанавливается код из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Надо сказать, что и перечни в этом случае тоже два. То есть есть перечень, в котором наименование товара определяется в соответствии с кодом, исходя из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, И это является важным в момент ввоза на территорию Российской Федерации. И по этой товарной индуклатуре этот код сверяют таможенные органы. А когда этот товар начинает продаваться на территории Российской Федерации, то для этого у нас даны другие перечни. То есть они, в принципе, аналогичны, они в одном и том же постановлении правительства прописаны. Однако это другой перечень, в котором указываются коды уже из общероссийского классификатора видов продукции. Когда организация получает, например, регистрационное удостоверение или удостоверение соответствия, то у нее устанавливаются коды из товарной индуклатуры, из общероссийского классификатора. И эти коды иногда могут не соответствовать соответствующим перечням. И что может на практике получиться? Растаможивая товар, организация, например, таможенные органы применяют ставку 0%. Не 0%, прошу прощения, не облагаются товары. И в этом случае организация не платит НДС. А когда начинают проверять этот товар по перечню, исходя из общероссийского классификатора видов продукции, то получается код, уже указанный к этому товару, не соответствует данному перечню. И она будет нужна продавать по 18%. Вот то, что такая ситуация была, она действительно на практике была. Но она начала регулироваться у нас с начала 2011 года, когда первый раз ПНС прописала письмо и дал возможность налогоплательщикам только на основании письма ориентироваться на коды из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. При этом они, конечно, сказали, что коды и подход к данному товару должен быть единый. Учитывая то, что все-таки они считают, что код товарной номенклатуры является основным, то в этом письме как раз и закладывается эта логика. Если растаможили и товар является необлагаемым, значит на территории России продается так же, как необлагаемый. Но если растаможили и применяется ставка 18%, значит товар реализуется так же по ставке 18%. До определенного периода времени эта проблема была действительно очень актуальной, потому что если налогоплательщик следовал именно данному правилу, то, к сожалению, ему доначисляли сумму НДС на территории России. И налоговые органы это доказывали, и много организаций, которые стали жертвами этого несоответствия. Сейчас же эта ситуация устоялась. И вот в 2012 году Минфин еще раз пишет письмо и разъясняет порядок применения вот этих ставок. То есть в первую очередь нужно, конечно, обращать внимание теперь на ту ситуацию, которая связана была с оформлением таможенным и применением ставки на таможне. То есть отсюда мы и идем в этом случае. Значит, данное письмо, оно как раз касается разъяснения применения этих ставок по товарам или изделиям медицинского назначения. Но, в принципе, как бы этот подход единый. Он, по сути дела, относится ко всем товарам, которые могут попасть в данном случае под такую льготу. Значит, это письмо Министерства финансов России от 20 января 2012 года. 20 января 2012 года. То есть именно мне этим письмом хотелось как раз подчеркнуть вот это единое мнение. Но если кому-то очень нужно, то я могу еще найти более раннее письмо. Это было письмо еще начала 2011 года Федеральной налоговой службы, где они тоже заявляли об этой ситуации. То есть она немножко стала вот так приводиться в порядок. Но, тем не менее, как бы, конечно, желательно, чтобы все-таки коды совпадали, но все равно как-то позиции сегодня есть, и уже применить какие-то проблемы и сложности здесь вряд ли будет возможно. Нам прерваться надо, да? Ну давайте вот на этой. Спасибо. Ну и прервемся. Иidoiquиня. Спасибо.